Так, в машине дверь не открывается, заклинило её. В машине всего лишь второй год, и уже задняя дверь не открывается. Ни снаружи, ни снутри. Поля открыли, б**ть. Сначала дверь заклинила совсем. Через день она открылась изнутри, а снаружи перестала открываться. Придётся снимать карту и разбираться в чём дело. Для начала выкручиваем кнопку запирания. Затем нужно снять ручку стеклоподъёмника. Для этого вставляем плоский предмет между шайбой и фиксатором, чтобы появился зазор и толкаем фиксатор из-под ручки. Теперь разбираем внутреннюю ручку. Чтобы не испортить пластик используем пластиковую карту или лопатку. Ручка крепится на двух винтах. Выкручиваем их, снимаем её. Теперь снимаем карту начиная снизу. Я сначала вставил пластиковую карту, затем вставил отвертку обёрнутую тряпкой и её отщёлкнул к липсу. Для снятия замка сразу откручиваем болт крепления направляющей стекла, чтобы она нам потом не мешалась. Также нужно будет снять ручку открывания двери и механизм запирания изнутри, чтобы тяги не мешали нам вытаскивать замок. Замок крепится на трёх винтах. Отщёлкиваем тяги из фиксаторов, и отокнув направляющую стекло, вытаскиваем замок. Для отключения разъёма нужно снять подпружиненную скобку. Вот эта часть подогнул кверху, она была опущена вниз. Здесь от ручки вставляется штифт, и он вниз опускает, когда ручку вытягиваешь, замок открывается. В итоге проделанная работа дверь стала открываться снаружи, но выход ручки как и раньше был очень большим и ручку подклинивало. Даже иногда она не садилась на место. Можно конечно было поправить расположение пальца из ручки, чтобы он находился строго вертикально. Это можно сделать плоскогубцами, надавив на палец и рычаг замка одновременно. Но этот вариант меня не устроил полностью. Поэтому продолжение смотрите во второй части, как я убрал лишний хоть ручки открывания двери, чтобы дверь открывалась нормально. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!